Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. И сегодня в нашей программе мы покажем вам, какое интересное новое шоу снимается в Карачаевой Черкисии, а также расскажем о том, почему барды России хотели непременно увидеть Артема Разина, директор Центра народной культуры Карачаевой Черкисии, в нашей программе. Но об этом сразу после прогноза погоды. Карачаева Черкисия Ночью кратковременно дождь-гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 27-29 тепла. Минувшие выходные в Архизе прошел Всероссийский фестиваль бардовской песни «Горные вершины» 2023. И сегодня у нас в гостях один из организаторов этого мероприятия, директор Центра народной культуры Артем Разин, который с удовольствием и представляет. Артем, здравствуйте. Давно мы с вами не видели, целых пять дней. Да, совсем немного времени прошло после нашей последней встречи. Доброе утро, спасибо, что пригласили. Пожалуйста, Артем. Скажу вам честно, встречу с вами должна была проводить моя коллега Мадина Лайпанова. Но я ее попросила, чтобы она уступила мне на этот раз. Знаете почему? Поведайте. Потому что все участники фестиваля очень меня просили сказать с экрана телевизора вам огромное спасибо. Выразить именно вам благодарность за то, что вы организовали для них такие условия. Просто они многие говорили, они же каждый год принимают участие. И говорят то, что было раньше, и на этот раз это огромная разница. Да, фишнинабельный такой отель там. И жили в хороших условиях, и питались не абы как, абы где, а в ресторане. Поэтому вам огромное спасибо. Всех участников фестиваля и наших, и тех, которые к нам приезжали. Так что вот, дорогие друзья, я ваше поручение выполняю. Спасибо. Очень приятно за такую высокую оценку. Поэтому действительно хотелось бы сказать, что Карачао-Черкесская республика и была основателем этого фестиваля. И отрадно, что 32-й раз, соответственно, 32-й год этот фестиваль проходит на земле Карачао-Черкесской республики. Этот фестиваль собирает действительно уникальных людей, разных абсолютно по мировоззрению, разных по профессии, с различных уголков нашей страны. Но их объединяет одно – это желание творить, создавать, авторствовать, как бы так можно было сказать. Через песню, через музыку, через игру на гитаре они выражают свои эмоции. Очень много было случаев и на этом фестивале, и на предыдущих фестивалях, когда я общался с участниками, конкурсантами, которые приезжали. Там такие уникальнейшие профессии. И федеральные судьи, и руководители адвокатских палат. То есть смотришь на человека и думаешь, а где, в каком моменте это пересечение произошло. Потом мы перестали, конечно, удивляться профессиям, которые занимаются по жизни наши участники. Конечно же, огромная благодарность Российскому фонду культуры. То есть это грантодатель, за счет чего, в принципе, был реализован проект. Российский фонд культуры, грантовая поддержка. Конечно же, организаторов фестиваля. Это коммерческая организация, фонд развития предпринимательства. Ну и мы, как учредители фестиваля, это наши коллеги, Государственный российский дом народного творчества Неполенова. И наши республиканские центры народной культуры выступали учредителями данного фестиваля. Все это проводилось в рамках национального проекта «Культура», который действительно работает и приносит вот такие яркие плоды, которые оставляют след в эмоциях участников, которые уезжают. Это придает определенный, опять-таки, статус, престиж нашему региону. Это популяризация, конечно же, и туризма, как таковым и является, один из ярких. Вот. Поэтому в совокупности мы все вместе, общими силами делаем одно большое дело. Благородное дело. Хорошее дело. Да. И вот по итогу получается, что... Вот такие фестивали. Просят передавать благодарность. Это уже такая некая оценка нашей работы, которую очень приятно получать, которую приятно слышать. Конечно же, нам это все лестно. Конечно, наша задача не терять тот статус и тот уровень, который мы достигли. И, конечно же, иметь предела совершенства, стремиться к более. И расширять географию, расширять и масштабы самого фестиваля. На мой взгляд, по-моему, было очень даже неплохо. Во-первых, вот о чем говорили, да, когда мы приехали, некоторые из них в джакузи участники купались, другие поехали на экскурсию на Аланские храмы. Когда бы они еще увидели нашу природу? То есть им дали возможность не просто готовиться к концерту, выступать, что для них, конечно, самое главное – принимать участие в конкурсе, показать, с чем они приехали, что они привезли, о чем поет их душа. Но они же посмотрели еще чудесную нашу природу кавказскую. Вот мы беседовали с нашим гостем из Алтая, да, Инютиным. Алтай – такая красивая природа. Нам, наоборот, хочется туда поехать, посмотреть, как там здорово. А он был покорен красотой нашего Кавказа. И когда у него спросила, вот у нас специальный репортаж как раз вышел перед нашим эфиром, он его спросила, вернетесь, он говорит, я очень постараюсь. Просто вот многие, с кем мы разговаривали, они были покорены доброжелательностью, доброжелательным отношением принимающей стороны. И, по-моему, это очень хорошо. Условия для них создали всевозможные, да, отношения такое. Я думаю, что это не отличительная черта абсолютно фестиваля. Это определенная закономерность, которая выработана в нашем регионе. Любой гость, который приезжает, у меня даже мои близкие родственники приезжают, когда с других регионов России, они совсем по-другому себя здесь начинают чувствовать. Люди, отношения людей, внимательность, гостеприимство, добрососедство – это все присуще жителям нашего региона. И поэтому здесь, я думаю, что не зависит от фестиваля. А говоря об Алтае, действительно, для меня это тоже была такая приятная неожиданность, когда была подана заявка, когда эта заявка прошла одобрение нашими нами и нашими учредителями Дома Поленова. Когда мы с ним начали уже беседовать лично с Андреем, яркий пример того, что он отец четырех детей. Он является руководителем бригады дорожного автохозяйства. То есть он строит дороги, он занимается дорожным полотном у себя в крае. И вот настолько разношерстность – музыка, творчество, авторские песни, стихи и прокладывание дорожного полотна, руководить бригадой по ремонту и прокладке дорожного полотна. И проделать такой долгий путь с пересадками, с ожиданием транспорта, с трансфером с аэропорта до Архыза. Ну, я поражаюсь таким людям. С некоторой степени даже им завидую белой завистью. То есть можно это все оставить и посвятить время себе. То есть для своей души, для своего душевного равновесия. Это дорогого стоит. Еще раз огромная благодарность. И в лице него, конечно же, всем участникам, которые приехали. У нас была и Волгоградская область, у нас была и Тульская область. То есть это тоже как бы не ближний путь. Конечно. Наша задача, опять-таки, про что я и говорил, это сохранять, приумножать, популяризировать. Потому как направление очень специфичное. Оно располагает такое некое камерное состояние. То есть это не какой-то там живой концерт, где ты получаешь какие-то эмоции, там играет кровь, адреналин. Это такой некий камерный формат, который заставляет отречься от всех посторонних мыслей, задуматься, проанализировать, вслушиваться действительно в текст, не только в музыку. И наша задача это направление поддерживать и продолжать. Пытаться всяческими усилиями прививать это к молодежи, чтобы молодежь стала этим заниматься, хотя у нас довольно-таки не совсем возрастной фестиваль в плане участников. Но хотелось бы больше видеть и молодежи на данном фестивале, для того, чтобы это направление жило и не уходило на нет, как это во многих, к сожалению, областях происходит. Поэтому, в принципе, и тот же зарекомендованный Грушинский фестиваль, другие фестивали, которых очень много. На самом деле, если углубиться в эту тему, фестивали бардовской, авторской музыки, их очень много в различных регионах. Конечно же, где-то форматы разные, где-то подходы разные, но они есть. Это радует, что они есть. И благодаря нашей всей совместной работе, направлении, я думаю, что нужно всеми усилиями сохранять, приумножать и передавать. Артем, у нас тоже очень много творческой молодежи, я думаю, по роду деятельности вы об этом знаете, которые пишут свои письма. Может быть, их как-то надо больше привлекать, объявления давать, рассказать на телевидении, чтобы они принимали участие. Потому что есть же они. Может быть, они об этом просто не знают. Мы, в принципе, с вами сейчас этим и занимаемся, да, с помощью государственной телерадиокомпании, с помощью нашей беседы, такого диалога. Вот, конечно же, хотелось, чтобы это слышали заинтересованные люди, чтобы они занимались, обращались. Вот, конечно, было бы хорошо проводить такие фестивали, там, два раза в год. Вот, но можно создавать какие-то свои маленькие, такие камерные клубы, да, авторской песни. Почему нет? У нас все для этого есть. Есть и площадки, есть и учреждения культуры, которые готовы принять такие идеи и их реализовать на своей базе. Так что, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, если в вашей семье есть талантливые молодые люди, которые пишут песни и хотят, чтобы их показали по телевидению, о них узнала вся страна, вся республика, пожалуйста, обращайтесь в Центр народной культуры к Артему Разину. Примем и поможем, правильно? Все верно. Артем, а я у вас вот хотела что спросить еще. Порода своей деятельности, вы, наверное, знаете обо всех интересных проектах, которые реализуются в нашей республике. А слышали ли вы когда-нибудь о таком новом развлекательном шоу, познавательном, люди капказской национальности? К сожалению, нет. Ага, не слышали. Вот, поэтому для этого телевидение и существует. Предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. Съемки проходили во всех регионах Северного Кавказа и в республике Адыге. Проходит, значит, игра, шоу развлекательное такое в два этапа. Сначала знакомятся с достопримечательностями региона, и потом конкурсанты, там есть у них такое значимое лицо, и они проходят различные испытания. Посмотрим? С удовольствием. Давайте посмотрим. Живописная природа, традиционный айран и экстремальный вид отдыха. Выпуск шоу «Лицо кавказской национальности», отснятый в Карачао-Черкесии, получился ярким и насыщенным. Приглашенным гостем шоу выступил известный спортсмен, бывший член сборной России под дзюдо и участник Олимпийских игр Ренат Саидов. Вместе с ведущим программой Асланом Кагиевым они показали телезрителям живописные места нашей республики и познакомились с секретом приготовления традиционного горского напитка. Как признается Ренат Саидов, идея шоу понравилась ему сразу, потому, когда поступило предложение об участии, решение было принято мгновенно. Мне поступило такое предложение, я решил совместить приятное с полезным, заодно для жителей разных регионов нашей страны, показать, насколько красивы наши места, наша Родина, чтобы они могли спокойно приехать, посетить. Все красиво, безопасно, только с положительными эмоциями проводим это шоу. Интересно было однозначно, потому что я рассказывал, пока мы сюда ехали, что я на Медовых водопадах был в последний раз с классом, когда в школе учился, и тут так все красиво, так изменилось. Очень интересно, спасибо организаторам, очень прикольная задумка, потому что мы должны работать над своими друзьями, родственниками, близкими, чтобы не тыкали на нас и говорили там лицо кавказской национальности, мы должны быть примером для молодежи, как в таких шоу, так и в спортивных мероприятиях. Я думаю, что все зависит от нас. Одной из главных целей реализации данного проекта является борьба со сложившимися негативными стереотипами, существующими в отношении лиц кавказской национальности. В рамках шоу зрители знакомятся с традициями, обычаями и культурой народов Кавказа, видят потрясающую красоту природы и на себе ощущают гостеприимство республик. Ведущий программы Аслан Кагиев, известный в социальных сетях предприниматель, отметил, что идея шоу очень близка ему по духу, ведь сам он много лет сталкивался со стереотипами и всегда боролся с ними. Всю свою жизнь я как раз таки старался стереть те стереотипы, которые связаны с Северным Кавказом. Дело в том, что у меня даже никнейм в социальных сетях связан с тем, что я нетипичный горец, потому что когда ты представляешься где-либо в центральной России и говоришь, меня зовут Аслан, и сразу люди думают, там, не дай бог, сейчас начнется лесгинка где-то посреди стрельба, что-то еще. А после этого, конечно же, все мои 15 лет, которые я провел за пределами родной республики, позволили сформировать иные какие-то взгляды, связанные с Северным Кавказом. И, собственно, я вижу свою миссию в том числе, чтобы показать Кавказ с другой стороны, сделать его более доброжелательным, открытым. И, конечно же, для наших гостей мы всегда должны показать наши возможности. Я могу сказать однозначно, что невероятно меня покорили республики, в которых мы побывали. Дело в том, что у меня свои стереотипы были, как бы это ни смешно звучало, у меня были, допустим, о Дагестане, в том же самом, свои стереотипы. Но когда я увидел, скажем, те озера, те водохранилища, которые там присутствуют, я просто был поражен, потому что нигде до этого на Северном Кавказе я не видел именно большого формата горы, меж которых простираются огромное количество именно пресной воды. И для меня это было такое открытие. И в этом отношении, конечно же, люди, которые там встречаются, они также радужно встречают, всегда готовы тебе помочь. И, по крайней мере, те люди, которые у нас были гидами, конкретно в нашем случае, это люди, которые заставили полюбить свою малую родину, что, на мой взгляд, является одной из ключевых задач, которую мы преследуем, чтобы тот зритель, который нас посмотрит, смог также разделить любовь, которую транслируют участники. На самом деле, это возможность, конечно же, самому видеть воочию, потому что, когда ты что-то где-то видишь со стороны, это прекрасно. Но еще круче, когда ты можешь стать частью этого большого дела, рассказывая про соседей, про свою республику, про многие другие какие-то отрасли, в том числе и промыслы, которые у нас есть. И, конечно же, когда появилась эта возможность, я сразу схватился за нее и сказал, пожалуйста, не берите больше никого, я тот самый, кого вы ищете. Спасибо большое за то, что вы меня смотрите. Съемки шоу будут проходить в течение всего лета. В общей сложности будет отснято 16 выпусков по два в каждом регионе. Гостями и участниками программы станут известны и в различных сферах жители Северного Кавказа. Уже этой осенью наши телезрители как телеканала, так и в социальных сетях могут увидеть все выпуски, могут познакомиться с нашими героями, потому что в рамках шоу мы снимали специально профессионалов в разных сферах, начиная от спорта, музыкальных исполнителей, общественников, блогеров, путешественников. Возможно, даже не будем открывать водовеса тайну, какие еще интересные профессии вы можете увидеть и узнать, какой же Кавказ с их точки зрения, какой же Кавказ красивый с точки зрения этнического колорита, туристического потенциала, национальных особенностей и различных ремесел. Мы очень ждем выпуски и надеемся, что они вам так же, как и нам, очень понравятся. Напомним, что данный проект реализуется автономной некоммерческой организацией Институт социально-креативного развития актива в партнерстве с первым этническим музыкальным телеканалом «Девятая волна» при поддержке Фонда президентских грантов культурных инициатив. Увидеть все выпуски можно будет уже осенью этого года. Ну что, понравилось, Артем? Прекрасно. Прекрасно. Я удивлен. Это вот творческая молодежь, понимаете, выигрывает гранты и проводит вот такие мероприятия. Вот, Артем, ну, мне хотелось бы узнать, что еще Центр народного творчества подготовил для жителей Карачао-Черкесии такой же интересной и привлекательной, как фестиваль бардовской песни «Горные вершины». Порадуйте нас чем-нибудь до конца года. Не могу сказать, что такого плана что-то предстоит нашей республике, но у нас впереди празднование Дня образования Карачао-Черкесской республики, Дня города Черкеск. Это два больших мероприятия сентябрьских, в котором мы уже начали подготовку. Конечно же, это новогодние гуляния, если брать из таких крупномасштабных. Ну и федеральные проекты, которые будут некоторые реализованы на нашей территории, в некоторых мы будем участвовать, такие как Кавказские игры, или как он называется, фестиваль дружбы народов Кавказа. Фестиваль искусства и дружбы, как-то так. Всероссийский, нет, не Всероссийский фестиваль, фестиваль Юга России, это мир Кавказу, который будет реализован на территории Карачао-Черкесской республики в сентябре месяце. Поэтому масса больших проектов, конечно же, запланирована на осень. И, говоря, как бы забегая немножко вперед, помимо фестиваля авторской песни «Горные вершины», нашим центром с 2000 года реализовывается другой, не менее интересный, а, сказал бы, даже более такой зрелищный детский формат фестиваля. Это Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Мы очень надеемся, что на будущий год мы вновь соберем на земле Карачао-Черкесской республики таланты, молодежь, которая будет представлять весь юг России в таком ярком, зрелищном формате, как это у нас проходило в прошлом году в рамках празднования столетия образования республики. Поэтому только вперед, я думаю, что впереди много чего интересного. И главное, чтобы все были живы-здоровы. И, конечно же, любили, ценили ту землю, на которой живут, оберегали ее, ну и, соответственно, всячески популяризируя наш родной край, нашу малую родину, мы, конечно же, любили свою страну, Россию. Спасибо, Артем, вам за такие добрые слова. Хочется пожелать вам удачи в вашей работе, чтобы подготовились, все мероприятия прошли удачно. Мы придем, будем рассказывать о них. Спасибо большое. Спасибо. Вам всего доброго. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша утренняя программа подошла к концу. Я желаю вам хороших выходных, хорошего настроения. До новых встреч в эфире.